Доброго времени суток, дорогие ученики и зрители нашего канала. Мы продолжаем наш цикл лекций, посвященных кастам. И сегодня мы поговорим о некоторой проблематике. Проблематике пустых, как бы, зон неактивных качеств. Или почему люди, казалось бы, относящиеся к эволюционно более продвинутому уровню с точки зрения абстрактности мышления и нашей парадигмы, иногда оказываются столь неплотны, непроработаны и беспомощны в каких-то жизненных ситуациях. Почему же так бывает? Дело в том, как мы уже говорили, что монада усложняется с воплощениями, сложность личности растет, переход из касты в касту, развитие сознания и потенциально развитие магических способностей происходит по мере наработки качеств. В каждой касте собирают сколько-то качеств, после чего переход в следующую касту становится возможным. Иногда мне задают вопросы, можно ли в течение одной жизни пройти там все касты. Значит, ну, теоретически в некоторых восточных системах, использующих сильные трансформационные методики, такое как бы возможно. Вот, но на деле может ли человек, вот, который рос как крестьянин, всегда был неграмотный и имел, там, не знаю, невысокий IQ, а не уникальные способности, за одну жизнь стать нобелевским лауреатом? Ну, теоретически, да. На практике происходит редко. Обычно смена происходит, то есть в течение одной жизни смена касты, конечно же, возможно. Это может произойти путем эволюции или же путем эволюции плюс каких-то магических методик, ну, или других практик, вызывающих сильные изменения. Но обычно это происходит, когда человек двигается от середины конца, некоторые касты переходят в другую. Такое бывает, бывает вполне нередко. В магических путях это достаточно нормальный способ эволюции. Вот, значит, хотя для этого должны сложиться, конечно, определенные условия. Значит, мы говорим, что человек должен собрать некоторое количество качеств. Такое количество качеств, их можно насчитать разное. То есть количество в зависимости от систем. Ну, традиционно. То есть чем больше каста, чем она сложнее, тем больше качеств надо собрать. Поэтому есть некоторые модели, например, 12 подвигов Геракла, как 12 качеств, которые нужно собрать, чтобы перейти. Но 12 подвигов Геракла, когда о них говорят как о трансформации, это все-таки говорится о переходе от состояния героя типа полубог к состоянию высшему или к форме какого-то вознесения. Да, то есть это как бы речь там идет скорее. Многие пишут, что 12 подвигов Геракла символизирует 12 качеств перехода. Да, перехода в состояние полубога людям обычно надо собрать немножко меньше. Хотя модель 12 качеств, которые нужно собрать для перехода из касты в касту, она удачная. Я об этом расскажу подробнее в следующих лекциях. Как и модель 10 градусов, она просто требует более обширного разговора. Пока мы просто коснемся того, что в каждой касте есть свои умения. Просто чувствовать законы касты, освоить практику, формализовать знания, научиться передавать знания окружающим, достигнуть в этих знаниях мастерства и так далее. То есть заняться практиками следующей касты, постепенно готовиться к переходу. Значит, и с точки зрения теории и магической парадигмы, человек, рождающийся, допустим, в третьей касте, у него уже где-то есть качества, там где-то первый и второй. Вот, значит, но они не обязательно активны. Человек, рождающийся в четвертой касте, теоретически уже когда-то проходил третью. Есть редкие случаи, когда это может быть не... Ну, когда и бывают исключения, их мы пока касаться не будем. Значит, теперь, качества, они присутствуют, но далеко не все качества активны, поскольку, ну, представьте себе, то есть вам, то есть у вас там на компьютере, то есть установлено что-нибудь, есть какое-то количество файлов, но они там зазипованы. Не обязательно, что все файлы будут раззипованы, что они будут востребованы. То есть все-таки переход через смерть, он многие вещи затирают, и качество присутствует, как то, что этот уровень ментала заполнен, в нем есть информация, в нем есть возможность, да, то есть эти энергетические уровни простроены и прописаны, поэтому, то есть вы фиксированы как бы там потенциально, но, по сути, представьте себе, представьте себе дом. Вот есть дом, который, у кого-то дом одноэтажный, у кого-то двухэтажный, у кого-то трехэтажный, да, то есть, значит, ты представь себе, есть дом, где комнаты уже не пустые, но, значит, в результате, там, не знаю, часть книг оттуда вынесли, свет выключили, вы живете на каких-то двух верхних этажах, а этажи, которые внизу, они в данном случае сейчас не активны. То есть, если вы будете спускаться по этим темным этажам, то там у вас ни воды, ни еды, можете уши биться, там, да, значит, и так далее. Поэтому очень часто человек, родившийся в какой-то высокой касте, может оказаться так, что какие-то предыдущие уровни у него оказываются неактивны, как те самые этажи вот в таком здании, хотя они есть. И получается, что человек этими знаниями не может воспользоваться. Более того, его делание более высоких уровней делает ему еще эти уровни неинтересными. Он туда часто и не хочет идти, типа, я там был, там уже скучно. Значит, в результате, то есть, к чему это может приводить? Вот человек, там, был два воплощения назад неплохим воином, но потом уже, там, два воплощения рождаются как ученый. Где другие общения, где общение не идет на уровнях агрессии, где общение не строится на принципах, не знаю, каких-то там торговых. Вот, в результате, когда человек внезапно оказывается в ситуации агрессивного взаимодействия или торгового, он не плотен, он теряет уверенность, он не понимает, как себя вести. Вот, и чувствует, как бы, да, там, свою, там, никчемность, бесполезность, говорит, как же так, это должен быть развито, вот не получается. Это бывает сплошь и рядом. Именно поэтому немалой и важной частью развития является хотя бы ознакомление и часто в той или иной форме подъем качеств, которые у вас уже когда-то были, чтобы, по сути, вы были плотным в самых разных вариантах. То есть, вы ученый, отлично, но вы, если надо, умеете торговаться, умеете подбирать персонал, умеете отстоять свою позицию, умеете дать в морду, умеете, значит, там, собрать, если что, микроскоп своими руками или умеете найти тех, кто это сделает за вас, что эти качества у вас активны. Тогда, какая бы ни была жизненная ситуация, вы везде плотный. Тогда жизнь не тестирует вас на наличие этих качеств, вот, и, то есть, не создает ситуации, чтобы вы в них попадали. Как эти качества активировать, это уже отдельный вопрос. Тут существует множество практик социальных, психологических или эзотерических, связанных там с активацией воплощений, то есть, осознанной наработкой, осознанным пониманием, чего не хватает, то есть, методик, как активировать, недостающие, их немало. Что важно, что человек, у которого эти зоны пройдены, он способен, если отодвинуть немножечко там какой-то снобизм относительно этих качеств, как ненужных, он способен, используя свои навыки и более высокого обучения, и того, что зоны там прописаны, он способен освоить некоторые эти навыки гораздо быстрее, чем человек, который осваивает их впервые. Теперь, если вы, там, не знаю, ученый-академик, и решили заняться торговлей, вы можете построить сложный, высокий бизнес. Будете ли вы торговаться так же хорошо, как торговец на рынке, который занимается этим 20 лет каждый день и любит это делать? Вы быстро сможете этим вещам научиться, не обязательно, что вы будете столь же хороши, потому что человек, который этим живет, у него там 100% его внимания. Ну, вот, скажем, я много лет занимаюсь боевыми искусствами, и люди, которые занимались в прошлом, имели высокий уровень, и у которых вот есть талант, эти люди, вот, они восстанавливают знания, как ниоткуда. Они очень быстро учатся. Вы иногда, там, сказать, берете человека, который там вроде девочка-одуванчик, то есть, и там боится оружия, но вы даете оружие в руки, она выполняет там внезапно технику, вот, там, с тремя перерезаниями горла и правильным добиванием, которую ей никто не учил, то есть, которая вот ей идет, при том, человек там смотрит, глаза боятся, а руки делают. В некоторых случаях качество активируется очень интересным способом, но так или иначе, активация качеств – это важный навык. Вот, вопрос прописанности качеств ведет к нам такому особому типу в кастовой типологии, который я называю высшие представители касты. То есть, мы уже говорили, что в каждой касте есть начало, середина и конец. Так вот, человек может быть, ну, находиться на разном уровне развития, но есть очень интересный тип людей. Это человек, у которого активны и качества своей касты, и проработаны качества всех предыдущих. То есть, такой человек, он является не просто светящимся этажом, он дом, в котором все этажи жилые и активные. И вот такой человек, который прошел всю свою касту, имеет все качества предыдущих и занялся деланием следующей, вот, обычно такие люди невероятно приятны, невероятно интересны, и вот высшие представители, они очень отличаются от остальных. То есть, представьте себе, вот, ну, не знаю, торговца, который когда-то начинал, как ремесленник, то есть, он освоил все ремесло, он умеет работать простым человеком, подмастерьем, он достиг в этом некоторого уровня мастера, он, значит, с этого уровня мастера там построил, там, начал продавать, построил крупный бизнес, построил сеть, стал во главе там своей марки, во главе торгового дома, освоил какие-то стратегии, да, и так далее. То есть, вот, а такие люди есть, да, то есть, их немало. Или человек, который, там, не знаю, то есть, вот, там, высший воин человек, который, опять же, да, там, если что, там надо умеет руками работать, там, значит, и нож заточить, и умеет это делать сложно и хорошо, и умеет и торговать, и строить бизнес, и вести переговоры на разных уровнях, вот, и умеет в данном случае там, и, как бы, слушаться, и воевать, и командовать группой, если надо командовать сложной структурой, и управлять ей, то есть, и уже занялся какими-то духовными практиками. То есть, такие люди, они обычно, вот, невыразимо прекрасны, и высшего представителя всегда видно. Вот, высшие представители четвертой касты встречаются гораздо реже по одной простой причине. Значит, четвертая каста, в целом, она практически может быть делание в четвертой касте почти бесконечно. То есть, представьте себе человека, который изучил какое-то боевое искусство. Вот он, там, был учеником, подинструктором, подмастерьем, мастером, там, даже стал грандмастером. Он может в этом совершенствоваться, но в боевом искусстве можно достичь некого предела, когда вы знаете, там, почти все. В искусстве стратегии можно достичь очень многого и так далее. Да, в искусстве управления и выстраивания корпораций. То есть, вы можете пройти там, ну, уровень, когда вы говорите, ваш уровень уже столь высокий, что дальше, как бы, он не растет принципиально, и можно заняться чем-то другим. Вот. А в четвертой касте человек изучает математику. Вы не можете изучить до конца математику. Вы не можете изучить до конца топологию, биологию, физику. То есть, проблема четвертой касты, что одно и то же делание можно изучать как область бесконечно. Поэтому некоторая ловушка в четвертой касте, что человек может взять и бесконечно изучать одну область, оставляясь только в качестве сознания, которые остаются в ней. Поэтому делание в четвертой касте, оно состоит в том, чтобы не только достичь высокого уровня в области, но осознанным усилием пойти дальше. Поэтому, собственно, для людей в четвертой касте это изучение многих наук, это высокая степень специализации с высокой универсализацией, и на каком-то этапе это переход к другим стратегиям мышления, в потенциале к магии. Надеюсь, эта часть про касты была интересной. Буду рад вашим вопросам и комментариям. А в следующей лекции мы поговорим о воплощениях, почему люди рождаются в кастах, в каких случаях, у каких родителей. Буду еще раз говорю, рад вашим вопросам и комментариям. Да пребудет с вами сила и радость. Продолжение следует...